Валюта еще раз подтверждает непреложный факт. Цифровая валюта стала мощнейшим прорывом, который оставил всех законодателей позади. Точно так же, как у Европы есть евро, у США доллар, у Китая юани, у РФ рубли, теперь и у интернета есть своя собственная валюта. Группа компаний SkyWay совершила прорыв в транспортной отрасли и получила возможность перейти к новой фазе развития, которая требует иного подхода к финансированию, столь же инновационного, сколь и сама технология. С целью создания глобальной системы производства зеленой энергии и экологически чистого транспортно-инфраструктурного комплекса TransNet группой компаний принято решение о выпуске токена. Токен SkyWay представляет собой универсальную единицу информационного и финансового учета и обмена внутри транспортных комплексов SkyWay, а также основное средство их эффективной интеграции с другими инфраструктурными системами и обслуживающими их компаниями. Токены SkyWay – это современный инвестиционный инструмент, основанный на технологии блокчейн. Проект с помощью продажи токенов может обеспечить свое финансирование, а люди, которые выступят инвесторами через покупку токенов, смогут пополнить свой инвестиционный портфель еще одним перспективным активом. Токены SkyWay со временем будут торговаться на свободном рынке, и их стоимость будет расти вместе с успехами компании. Применение блокчейн-технологий, при помощи которых будет осуществляться циркуляция токенов, позволит открытым и безопасным способом связать воедино транспортные решения – связь, энергетику, документы оборот, взаиморасчеты за предоставление и потребление услуг и использование инфраструктуры. Таким образом, все транзакции от оплаты проезда в SkyWay до получения дивидендов от реализации проектов с применением технологии струнного транспорта планируется осуществлять через блокчейн-технологии и токены SkyWay. В дальнейшем держатели токенов SkyWay получат возможность инвестиционного участия в адресных проектах с определенным дисконтом при входе, что будет гарантировать увеличение размера дивидендов относительно объема инвестиций по сравнению с другими участниками. Свободный оборот токенов в процессе реализации адресных проектов и функционирование создаваемых в рамках этих проектов транспортных систем обеспечивает их капитализацию и рост рыночной стоимости. Необходимо заметить, что 28 февраля представители инвестиционного фонда SkyWay Invest Group объявили старт программы крипто-юнита. Об этом сообщается на сайте фонда. Эта инициатива не имеет прямого отношения к выпуску токенов SkyWay, а касается только деятельности фонда SkyWay Invest Group. Токены SkyWay и недавно озвученная руководством фонда SkyWay Invest Group программа крипто-юнита – два несвязанных друг с другом проекта. В настоящее время работы по запуску блокчейн-платформы SkyWay, ее интеграции с личным кабинетом инвестора на сайте rsv-defice-systems.com и выводу токенов группы компаний в свободный оборот находятся на финальной стадии. Озвученные изначально сроки были пересмотрены в связи с масштабностью программы и необходимостью получения согласований и оформления нормативных документов на территории ряда стран, включая США, в юрисдикции которых будут проводиться СТО – Security Token Offerings – по первым адресным проектам. Релиз платформы состоится в ближайшие несколько месяцев. Проект SkyWay внедряет новые финансовые инструменты, базирующиеся на технологии SkyWay. Криптовалюта – это свободный выбор свободных людей. Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В Минске прошла презентация переиздания монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». В книге автор излагает законы и принципы, лежащие в основе концепции струнного транспорта. 16 апреля состоялась премьера биографического фильма об Анатолии Юницком «SkyWay to Universe». В основу фильма легли факты из жизни изобретателя и автора технологии струнного транспорта. О SkyWay теперь можно узнать, летая с самолетами Etihad Airways – национальной авиакомпанией Объединенных Арабских Эмиратах. В последнем журнале Atlas официального журнала Etihad Airways вышел материал о развитии SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 16 апреля в Минске прошла презентация переиздания монографии «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». В ней автор, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий, излагает фундаментальные законы и принципы, которые лежат в основе концепции струнного транспорта. Книга выдержала уже несколько переизданий, но основные ее идеи не изменились. Рецензию на книгу опубликовал постоянный информационный партнер проекта SkyWay «Комсомольская правда». Авторы рецензии подчеркнули актуальность космической тематики для современной науки и техники. Презентация нового издания монографии прошла в юбилее ее автора. 16 апреля Анатолию Юницкому исполнилось 70 лет. Круглую дату Анатолий Эдуардович встретил в окружении коллег и единомышленников. Более ста человек пришли поздравить юбиляра с праздником. 16 апреля состоялась премьера биографического фильма об Анатолии Юницком в SkyWay to Universe. Это игровое кино, снятое командой кинематографистов из Казахстана. В основу фильма легли факты из жизни изобретателя и автора технологии струнного транспорта. В фильме показан долгий и сложный путь человека, предлагающего миру идею, которую большинство людей еще не готовы. Струнный транспорт SkyWay и общепланетарное транспортное средство, как единственная возможность достижения высокой цели. Спасение планеты и человечества находятся в центре сюжета. Герой преодолевает все сложности и добиваются успеха благодаря трудолюбию, творческой энергии и поддержке близких людей. Посмотреть фильм вы можете на нашем сайте. В свежем выпуске Atlas, официального журнала авиакомпании Etihad Airways, вышел материал о развитии SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот что написали о проекте журналисты из Дании. Несмотря на широкое распространение концепции бесшумных надземных транспортных средств без водителя в научной фантастике на протяжении десятилетий, в городах они встречаются все еще редко. Но этот полет фантазии вот-вот станет реальностью в одном из самых футуристических городов – Дубае. Модули Dubai SkyPods были представлены дорожно-транспортным управлением этого города на Всемирном правительственном саммите в феврале в рамках проекта по разработке изящной, скоростной и энергоэффективной системы эстакадного типа для быстрого и комфортного проезда по Дубаю. Etihad Airways – национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби. Авиакомпания выполняет более тысячи рейсов в неделю по более чем 120 направлениям для пассажиров и грузов на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Азии, Австралии и Америке с парком из 117 самолетов Airbus и Boeing. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Сегодня мы продолжаем рассказ о третьей главе, заглавленной задачей механики высокоскоростного транспорта, в которой Анатолий Юницкий останавливается на специфике уточненных исследований с привлечением современных матричных методов расчета упругих систем и на современном же подходе, необходимом при проектировании подвижного состава Skyway. Все это позволило создать такой струнный рельс, изгибная жесткость которого выше изгибной жесткости железнодорожного рельса R75 в отдельных случаях в тысячу и более раз, при выполнении, например, рельса струны в виде фермы струны. Поэтому под колесом Skyway он будет вести себя не как гибкая нить, а как жесткая балка, благодаря чему качение будет плавным и безударным как в середине пролета, так и над опорой. Колесная пара обычного поезда очень тяжелая, ее масса околотонная, подвеска достаточно жесткая. Тем не менее, движение по скоростной железной дороге для пассажиров очень комфортное, без вибраций, шума и, например, значительно комфортнее езды в автобусе. Рельсо-струнная путевая структура спроектирована по тем же нормативам, что и все современные мосты, путепроводы, эстакады, виадуки и другие транспортные сооружения, расположенные на опорах. Поэтому жесткость пути в Skyway аналогична жесткости мостов и путепроводов для скоростных железных дорог. При этом качение колеса подвижного состава является более плавным и тихим, так как его масса невелика от 40 до 60 кг. В конце главы рассматривается один из наиболее важных аспектов функционирования Skyway — трибологический, для справки. Трибология — это наука, раздел физики, занимающийся исследованием и описанием контактного взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении. Областью ее исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки. Завершается третья глава монографии глубоким анализом ряда особенностей фрикционного взаимодействия при качении колес по струнной транспортной линии. Так, движение подвижного состава происходит со скоростью, значительно превышающей скорость традиционных видов железнодорожного транспорта. Кроме своего непосредственного назначения — осуществления движения в нужном направлении и передачи тяги, контакт качения конструктивно является токонесущим. Это делает его, на первый взгляд, весьма напряженным. Однако Анатолий Юницкий доказывает, что при достаточно развитой площади контакта, наряду с малым весом транспортного модуля Skyway, удельное давление будет во много раз меньше, чем в сопряжении железнодорожное колесо рельс. Кроме того, большая площадь контакта обеспечит снижение плотности тока до приемлемой величины. Следующая, четвертая глава монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», озаглавленная «Динамическая модель и расчетные оценки параметров движения транспортных модулей по струнной транспортной линии» завершает первую часть этого фундаментального труда, посвященную струнной транспортной системе, и в ней уже сплошная чистая наука. Дабы не уподобиться пушкинскому Сольерию, утверждавшему, что он поверил алгеброй и гармонии, только наоборот. Даже не будем пытаться иллюстрировать системы уравнений, описывающие совместное движение струнной транспортной линии подвижного состава. Кто в силах осилить, дерзайте. Мы ни в коем случае не претендуем на сколько либо полное изложение содержания монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», ставя задачей максимум лишь создание своего рода путеводителя, пособия по изучению этого фундаментального труда для серьезно интересующихся SkyWay. Наши последующие выпуски помогут вам лучше ориентироваться во второй части монографии, посвященной общепланетному транспортному средству. Увлекательного вам чтения! Продолжение следует...